приветствую на канале asma de play мы продолжаем играть жизнь после понятно жизнь после давайте продолжить смотрим что у нас обновилась сможет обновиться мы же байк ты должен быть заправлено всегда первым делом заправляю байк сначала ты готов куда мы едем твой черед мне довериться давай так куда мы направляемся до ртутили типа того верно киноварь ртуть извлекали из киноварей на востоке народ думает что тут были золотые рудники или серебряные но это не так в начале прошлого века киноварь ценилась дороже золота шахтеры используют динамит чтобы расширять ходы пробивать новые тоннели расчищать завалы и все такое а для этого надо зарегистрироваться и предоставить инспектору в окружном суде дубликаты ключи от всех своих сейфов в окружном суде а он тут где вообще откуда мы ждать это в камп шермане что ли господи майк ты что ты сказал ты сказал что больше туда ни за что не вернешься ты был пьяный это было после смерти джо а я сказал почему понятия не имею ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой мэк там будет полно тварей может все таки лучше не рисковать да ладно лишь бы погода не переменилась так дом видишь это было мэрия туда нам и надо давай не будем нарываться не лезь она соблюдаем тишину минутку заряжается заряжайся куда мы направляемся иди за мной ключ будет у инспектора и и ты знаешь где он где его тело эти же рута на все погибли мужчины женщины дети всего несколько человек спаслись один из них так арта его двое я и нора но это не фрики всех в каком смысле смотри посмотреть то куда ну давай по любому люди господи это что майк через две недели патроны кончились конечно предложили перемирие встречу вот здесь мы знали что нас ждет мы знали что будет и готовились бой продлился недолго но было страшно и фрики танец не пришли не сожрали конечно патроны у них еще остались и они но ты сам все видишь но в общем когда все кончилось из города ушли двое вот временами что мы не жаль что одним из них был я бывает бывает что жалеешь об этом это живые заедут мертвым инспектор вон тот в костюме переключил валим уже отсюда заряжаются я тебе сказал выключи пока чем займись тебе наплевать на пещеры ты привел меня сюда чтобы ты привел меня сюда чтобы полосы не вошел ну ты не прав ладно ключ взял мы подожди заберем схемы шахт как я и сказал это будем столько динамита что хватит на все пещеры в долине не гони в одном ты прав я не жалею что показал тебе это я не понимаю тебя я говорю про войну с упокоителями которую так хочет развязать шиза ты думаешь ему есть дело до жертв с любой сторон да ну тебя пойдем дело не ждет господи что-то зашли с одной стороны выходим в другую тут все заперто вот теперь закрыты двери могу надо подняться наверх открывали по запаху кто-то сдох шахалы да я их чую скверное дело я никогда детей не любил они мне действовали на нервы мы с моей Элизабет мир и ее праху на этой почве не расссорились ты не любил детей? а я думал ты всех любишь так так порядок вот оно теперь мы знаем где в округе все шахты и где там динамит ну все пошли опа слышал слышал ты никому встречу не назначал? нет ну а если что прикроешь? я не лезу в неприятности ну и не бегу от них поделать то будем тут там еще так хорошо забывают держись за мной эй я в состоянии себя защитить с этим я не спорю но ты помнишь что было в прошлый раз я и говорю буду держать за тобой беру вроде все пошли вроде да не вроде так только кто с кем воюет кого отстреливают спрячься я разберусь фрики пусть вот они поднимай за ним в пощадь да давай давай спрячься а должна быть убита я разберусь так тех двоих оставляем твою мать папа папа блин сиди не дергайся ребята отвлекайте папа пойдет снайпер еще один кофе тихо блин где-то вот так на крышу на лету подбил прекрасный выбор сам собой восхищаюсь блин тихо тихо вот так вот мотоцикл пошли так не может быть так легко и просто чтобы дойти до до сюда вот он господи охренеть можно да если эти узнать что ты тут рискуешь своей шеи она взбесится и откуда же она интересно об этом узнает не от меня ну давай давай садись а вот это нихрена что-то движок то совершенно другой на мотоцикл хотя в мотоциклах и не понимаю но по виду вроде крутой то движок у вас смотрите опять осень да такая приехали то вроде солнечного сас упокоителей дождь опять снежок тел мне это показать ты мне напоминаешь меня самого молодость в каком смысле тебе на все насрать ну да ты переживаешь из-за друга не хочешь чтобы он умер а вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела добряки очень быстро а это верно а мне по-моему при записи топливо тратится быстрее ну вот прокатились шейза никак не поймёт что это я такой пацифист ну так он меня называет говорит что я всех выгоню в могилу что майк ты собираешься это сделать ну фрики же не вечный да и когда они передохнут кому-то придется все вокруг восстанавливать правильно я не люблю карлоса и упокоителей как впрочем и эту такер или этого коупленда и всех его грёбанных адептов но ты слушай что подождем постоите дело то вот в простыть хотите я не буду лезть из кожи вон чтобы их уничтожить хватит с меня убийств а если карлос на вас нападет нет не нападет я договорился вот так договорился договор все мисси это пройдено все равно мы все не без греха мама ног подожди я у меня еще что то есть какая-то это так вот он теперь все правильно а это чё поговорить стакер хорошо от торговец мне что-то надо на вроде что есть ваше перемирие долго не продержится это веке я согласен с жизни эти упаковители уже не люди давай заправим как дела вас много топлива жрет лады покажу как барахло дизайн если вспомнишь что нужно приходи поехали день рождения день рождения грустный праздник сколько выходов столько входов поехали ура там бухой знать бы как там бухой надо бы проведать его надеюсь он не спит спит не спит не знаю делаем все по порядку сейчас мы сюда пока давай это дикон я слышал ты привел шейна райли но когда я хотел его допросить никого не нашел тут такое дело майк я пытался его привести да но он адски сопротивлялся он не оставил мне выбора майк вообще не оставил ну ну ты же помнишь что я говорил о том как мы ведем дела ой да не надо я помню конец связи спасибо реки ох ты поторопись реки что не так парень которого мы искали эрик линч тот кто убил кэмпбелл эрик подожди а там вот а там вот заправимся как раз а мне взять научу идти ну ка убрай я возле маяка у того что рядом с комп рог зачем я здесь ну ладно жду давай ждем почему ночью да их трудно не заметить что от меня требуется подберись к специалисту тебе нужно держаться рядом иначе я не смогу перехватить данные ладно я понял на этот раз надо будет установить маячок на вертушку на вертолет я знаю что такое вертушка надеюсь у тебя есть сведения для меня этим занимается надежный человек так что скоро будут хорошо мы скачаем данные как только ты подойдешь поближе так что же вы ребята здесь забыли ладно убить то мы все равно не может там же написано бензин кончается но нет видимо для вас это так надо прикрепить к вертолету маячок давайте валите отсюда не попадаться на глаза вот так у брайан я поставил маячок проверь там у себя давай подожди да есть сигнал четкий конец связи что да не стоит благодарности сейчас не заболеть без дежурствия с поводу по праву спит плохо как-то выше долго еще без понятия это все одно что не стоит а вот и он заметка номер 2 0 6 0 мы завершили осмотр 24 гнездове в том числе в мариан поркс на кладбище пайонир на лесозаготовительной базе у шоссе каскейт на стоянке грузовиков на аутбелл на проут как она называлась крэйзи вылез ну да там типа заманиловка была для туристов показуха картонная в общем крэйзи вылез к югу от был на крейтер у меня вопрос дом да задавай я же ничем не занята гнезда зачем они их строят мы не знаем почему они строят их именно в зданиях постройках хижинах и всем таком у нас есть теория что мы никогда не находим их там где бы их построили дикие звери на деревьях или в лесу только в домах ты закончил извините у ребят из лаборатории есть теория и когда они будут готовы ее обсудить они сразу прибегут к тебе в казар да я просто спросил я тоже всякое подмечаю я вообще-то не всю жизнь был солдатом я могу продолжить? да к югу от был на крейтер некоторые области был на по не были исследованы вследствие того что рядом с гнездами были людские поселения в частности большого на курорте соломей а а а да соломей на празднование же дни рождения ирода она прессала перед собранием и он взглядово обещал дать ей чего она не попросит она сказала дай мне голову иона крестителя и опечалился царь ну и название выбрали да уж опять же по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю все скачалось блин ну давай библия они теперь что цитируют библию хорошо наверное летаешь себе спокойно еще есть время почитать господи убрали есть так теперь надо отсюда убраться пока меня не засекли уходим сегодня вообще не мой наряд шанс давай давай блин вот они прилетели что-то из зубиков нету тут таким приманку киньте хотя может приманку киньте все это варава толпа на них направить к какой возможно и пусть бы они разбирались там сами между собой так я с канистрой пришел мне надо мне здесь выдумал канистру сейчас отожмут вот так у брайан порядок у брайан ты меня слышишь где куда мне ехать ну давай попробую хотя вот сюда метнемся там же и заправимся там же и починимся мне там вам чтоб не тратить что присесть нажмите мы знаем что уже чтоб присесть капитан Коури это дико вызовите капитана Коури передайте кто-нибудь на нас напали надо уходить надо уходить надо уходить капрал они наступают капрал так ополчение не понял ладно ладно сейчас оправим это я не понял а где-то здесь я здесь давай друга проведаю как ты друг дела брат где вот это и наконец ну ты хоть себя пришел с тебя как безрок его навещать пока нельзя а мне лишние руки нужны ладно увидимся буду ждать эй док док скажите как вы думаете я смогу играть на пианино очень смешно уильям ложись ладно на скрипке и ну сам видишь он поправляется лихорадка прошла хорошо рад слышать ну ладно я пойду дикон я уже говорила уильям обязан тебе жизнью бухарь ничем не не должен наоборот эй и еще двое эдди и мия бы умерли без антибиотиков это я так к слову господина мне ниже благодарность мне нужны еще кровососы и всякие которые в человеческой шкуре бродят перебить их на хрен этих упырей мой брат доступно чего дробовик бухарь стало лучше атаку не показано ладно давай посмотрим играйте а я могу играть или чё танцевать надо здесь ладно даже подожди подожди давай может миссия какая то есть нет доступных работ жаль там поют нет нет а не надо еще авторский права на хрен какие они так мне надо сюда поговорить с кем-то там давай поговорим полицейских автомобилях можно найти боеприпасы это мы уже и так просекли фишку вообще и топливо то такое чувство что я на ускорениях и начал реки что не так парень которого мы искали эрик линч тот кто убил кэмпбелла ирида на ферме линчмен вот сука ты знаешь где он да он на северном побережье на старом причале правильно я найду его увидимся так и теперь мне надо глушить или как жизнь что решил припасы ночь опа это я могу улучшить держи как завода вот так чем еще могу помочь так а там есть боеприпасы так это это ну кашка пистолет и основное где вот он дробовик бухая да ладно я буду здесь если что понадобится где мой мотоцикл заправленный прошу заметить заправленный как дела за не так да дик у нас проблема что они так что помнишь алка и говорил что мы обнаружили упокоителей и они идут сюда но сказал что не пытался их остановить ну мы видели их возле ход сприкс пара человек проследили за ними у них лагерь в скалах к югу от твин крейтерс чертовы упокоители не переживай я разберусь меня с ними свои счеты на счет и это ты о чем тебе какая разница саражно так закинулись антибиотиками шуту витаминкой далеко недалеко недалеко поехали постреляем по ним за байком своим пришел да ну твои то какое дело спрашиваешь 1 ч Old как руками как это как одна рука есть другой нету это называется фантомные боли до связи так надеюсь ты не через орду меня ведешь дпс реки привет ладно заеду в конец связи это хорошо то есть работа вот он на болотах еще на прибить слышь слышу коплен да да я здесь я так понимаю у меня дело ну ладно я заеду конец связи на блин я вам дам вот так прозвоняли здесь доплива то что надо ну вот порядок поехали осталось-то немножко вот отсюда же мы начинали наш нелегкий путь до вот где-то стреляет он то что еще тут было еще один бинт да надо ну ладно что-то происходит где-то волк наверно ну что-то может быть какой интересный долбаные упаковители полезли к моему другу я вас всех ублюдков перебью давай вон там кто то есть что выслеживают вас во тьме не бойтесь это максимум не покойтесь миром когда ты сам то успокоишься давай кто еще хочет подойти не стесняйтесь блин а это здесь у нас лежит вот на вышке были на высоко да просто бинты еще ребят хочу все-таки восполнить а там не что-то надо делать нет нет смотрите бомба что-то что они внизу что-то это грызет там кого-то он там нет ну смотрите подход то есть все равно подход 2 есть не вижу что-то глаза были заплывают вам все ну что значит у вас что то есть нет еще бандитов где-то можешь насчет лагеря упокоителей не волноваться я его зачистил всех до единого убрал скажем так не с тем парнем они связались отбой а подожди-ка подожди орда вон она его мы вот почему по низу то там не надо было идти вот так хорошо давайте посмотрим по карте куда мне надо вот так мне по пути давай для начала сюда заедем подожди-ка не то не то не то не то быстро сохранение хотел как по горам то не будем лазить уж искать тонах и всех бандитов такер привет ладно постараюсь конец связи оленей здравствуйте ну уж извините но я мимо открывай лагерная жизнь дамы не надо чего конечно заправить заправить да что у тебя у тебя вроде больше ничего нету дизайн не надо окраска уже выбрана ладно ты заходи если чё пока даже тратить не буду как жизнь эй деймон спрошу как жизнь сэнд джон давай у меня для тебя работа говори слушаю тебе нужен нэд уокер красный банд он и его банда вчера вечером пришли к воротам мы его не впустили он убил одного из охранников и сбежал за ними проследили он засел в лагере мародеров к северу от горы олире я думаю ты знаешь нет но я его найду это мне уже нравится хотя если есть карта джейси ну как тут мой любим где-то далековато ну давай сначала сюда тогда потом сюда обратно телепортируемся отчитаемся по-быстрому вот вроде бы как миссия и будет сделано куб я в лагере понял я понял 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 отсюда блин надо аккуратненько по поводу заправки то не знаю конечно я понял куда это я приехал там где первый раз с ордой познакомился это место не забыть мне слушай коп кого он убил что за парень молодой совсем все звали его сурком настоящего имени не знаю а лет сколько я же сказал молодой 19 20 удивительно что он и столько-то протянул славный был парень а что да неважно когда проводишь много времени в лагере узнаешь людей становится важно ладно отбой вот так это они клювом прощелкали конечно прячемся а ты прячешься не я это еще что вот так ой 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 надо выше выше так блин можно было бы орду позвать сюда вартика а ты где у вас бензин есть в лагере на лестнице не действует функция все у меня все есть как я понимаю это был ты отдам ее кубу в бензин ну ее мать я не вижу вас это взял вы же не за мной правильно так траве так уходим блин дело в том что тут ардап бегает вообще беспорядочно вот так мой боевой код быстро по переходим дело сделано она идиокере ты больше не услышишь принеси мне его бандан хочу сам убедиться надо пешно иди как жизнь я просто гуляю на знать работу я уже нескольких человек потерял отправив их за этой сволочью они что они хорошо потому что скажи мне ты сам вызываешься думал я не доживу до этого мой байк сходи к мы не если у тебя хватит кредитов он все починить хватит кредитов ну-ка джейси ну как тут мой любимый партнер поживает водичью топлива хрен найдешь а где я тебе где мой байк мне это не интересуюсь буду ждать увидимся где как дела то у тебя можно как жизнь дэймон извини сплю на ходу почему шкаф хотя только припас ну ладно все сиди тихо только посмотреть подожди что-то нужно заглядывать и к черному надо недоступных работ а меня же кто-то там звал слушай дэймон у меня же да 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 кто-то меня еще звал заходи поговорим нет давай вот сюда или подруг то по дороге сделать сомневаюсь что там много долго ехать почему девчонки дороги не девчонки до открывать блин почему девчонки также приятно что тебя девчонки отхожу но все же в рот открывать закрывать что-то как-то так я что-то видел это последний вот так у вас здесь сами себя знали идиоты все двое было на 2 это сила башку вот папа разделал тушку отнесу в какой-нибудь лагерь мотоцикл зачем вам стоило меня останавливать жили бы себе спокойно точно точно едем-едем-едем в натуре три вагона а что неплохо то кстати едем здравствуй волк почему вы зомби не конфликтуете только не понять кто-то попался помогите ради бога на вот так это я заберу не про меня за тебя вытащу ты хочешь тут сдохнуть слушай рядом есть лагерь где где я пойду иди так лагеря ком конечно куком хотя можно было и железного майка запроса господи спасибо огромное давайте у них человека убили вот смотри чтобы тебя не заметили человек это у них убили чувствую прямо как зубки клацкают хотя туда железному тоже майку надо было направить людей что же вроде там кого-то схортили я пойду иди давай блин ой вот и что у меня арбалет я уже двое твое завалю что ты блин бежишься на меня странный ты какой-то тип вот так и было рассчитано на чтоб я заехал а топлива то где сама где канистра вы не надо какую-то карту по канистрам скачать я даже не знаю сколько можно так лутать замочили как некрасиво у вас здесь все заправки нет топлива ну тоже блин бред какой-то вот оно что они ждали когда я поеду посюда понятненько все с вами газ ну ладно раз не хотите делиться топливом пригодится поеду я тогда отсюда дурное место зомби родные такие господи как дети даже разговаривать не умею живым это еще зачем нам нужны эти семена а чёрт надо узнать продал он добычу или припятал да уж подкинула ты мне работенку ладно я его найду конец связи давай порядок так надо осмотреться давай ну чё у нас здесь вот что-то здесь есть я на верном пути а чёрт вот он ну все линч хватит уже нет 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 от меня не уйдешь я не вернусь нет 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 стрелять не будет все взялся в байк эй ты козлина глуши свой байк вот так все в байк сколько что у тебя патронов цена дамы просто убьешь пару человек и смоешься с нашим добром плевать что куча людей умрет с голоду ты свое взял и ладно отвали от меня сейчас за 5 нескорблю они повесят ну ладно дело твое хорошо нет нет ей а ко мне куда а мне туда как раз и надо не видел как раз туда и хотел пока линчмен были законы еще и рядышком с вами обитает нахрен с лагерем то что то я не понял я вон насквозь проехал ну ладно сейчас вернемся случайность буря какая-то надвигать ураган мерзостная погодка то у меня для тебя дело у тебя делай для меня до западу от моста у берега лежат дохлые фриканы так вот их надо оттуда выводить и оттащить костром ясно дохлые фриканы да нет ты извини я занят я поручил тебе дело не знаю что там майк тебе наговорил но у нас тут принято работа работа он уже получил так ты тут вообще не причем решил железный майк я еду водище и дикий едет со мной ясно вот так я же говорил я занят возвращайся я буду ждать трупаков там уж поди сам оттащить куда тебе не пласят подожди ты меня ведешь реки у меня реально нет времени не наши за не на тебя я тебе все покажу ну а рассказал про план какой на хрен у тебя мочи тут закрывать входы в пещеры чтобы остановить орды не факт что их это остановит может замедлить слушать ты к чему ведешь то да так я просто подумала может ты решил остаться я имею ввиду не из-за бухаря а потому что хочешь помочь ну и такое тоже есть и я в свое время за припасами гонял да но этим все и ограничивалась даже не спорь а теперь ты помогаешь майку замуровать пещеры как мне на это реагировать нормально куда ты бежишь ну так подожди только давай куда ты меня ведешь сейчас у нас погиб человек когда этот генератор отрубился а с ним и аппарат искусственного дыхания искусственного дыхания охренеть народ опомнитесь то не в состоянии сам дышать тот уже сдох а был бы это бухарь ну да я так и думала короче так электричество у нас нет почти два года но трансформаторы целы и линии тоже по крайней мере здесь я хочу поехать на север к электростанции ну просто посмотреть в там проблем их шиза и попроси себе охранника не нужен не охранник ты жил в тех местах хорошо там ориентируешься ты ведь просил меня помочь так теперь помоги мне у тебя там гость аккуратненько мы действуем тихо нарвемся на людей колбанда я договорюсь но в тех краях упокоителей ну и прочих всякий шушер и большой отряд привлечет ненужное внимание 1 1 тихо руководить здесь буду я да там кстати вы подстанции орда опчется поехали слушай хочу тебя спросить то и ночью в лазарете прострелила бы я тебе башку нет правда судя по твоему взгляду ты вывела бы наружу а там бы уже стреляла то есть ты просто не хотела бы забрызгать там все кровью именно поехали начнем пораньше успеем вернуться засветло если только ничего не случится что может случиться на виде по маршруту который я отметил на карте там будут лагеря мародеров их лучше объехать а как мы здесь очутилась то значит объехать если то есть карта с лагерями завис заехать ой перебить их всех откуда ты родом я выросла недалеко от портланда работала в городе ночевала у друзей на выходные домой жизнь в мегаполисе на таком по меркам оригона и как там все было смысле как ты оттуда выбралась не знаю повезло наверное все дороги на побережье были забиты одна большая парковка я да нет я просто не знал мы ведь сколько уже знакомы видимо просто не заходил разговор на эту тему слушай я вообще зря спросил это не мое дело потом и на обратную дорогу легли откуда приехал мне все равно хотел сказать кое-что я признателен тебе за то что ты за нас поручилась но с бухарем смысле перед майком эдиты спасибо я тебя еще не слышала ну может раньше не было повода слушай а куда вы с майком ездили а он что разве тебе не рассказал что-то кладби сюда что-либо таким как сказать подавленным так куда вы ездили в кэм шерман да но у нас не было выбора я предложил ему замуровать входы в пещеры чтобы орды не могли пройти он знал где горноотводная контора вот вертолета он выяснит где хранится взрывчатка я же поехал с тобой ладно раскусила так что случилось что-то ничего ничего не случилось здесь не был по моему короче любви ничего не случилось муж ничего не сказал сама говорила из него лишний раз слова не вытянешь где-то по-любому ордачу обитает так вот вышка мы подъезжаем у ворот сбавь скорость мы не знаем кто там живет или что а я здесь был нет на воде не да я здесь был только с другой стороны заходил некоторые мин я уже пособирал здесь я их всегда ожидаю если они будут нам крышка ладно идем хочу проверить выходной поток не спеши куда ты идешь сюда давай он и ну ты чё их не видишь что ли и он оружие не достает куда он зайти можно будет долго тыкался там воротам они закрыты а нет-нет-нет так не должно быть воды должно вытекать больше отсюда да да еще слышишь что что вот именно если бы турбины работали даже отсюда было бы слышно гудение что произошло что а да то же что со всеми мостами умные люди в военной форме решили что если взорвать их орды не смогут пройти ну конечно для таких как о плент разницы не для те что другие ну кстати никого не было сейчас они были были да ну ты чё оружие то не достаёшь будем что-то блин что-то не проработан эта штука иди потрогай ну что чувствуешь ничего именно если бы вода текла турбины бы вибрировали идем но это турбина нам сюда надо подняться на самый верх он со стороны ловушка с этой стороны мина была вода из хранилища под напором стекать вниз по этим трубам а дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти турбин откуда ты все это знаешь у меня два старших брата все время возились машинами вместе с папой он устроил меня в боинг когда мне было 17 я училась на заочном хотела стать инженером механиком а потом началось это ты их больше не видела отца братьев пошли да я-то иду так сейчас разберемся с левой стороны у нас орда на котором и кстати недавно ездили будет весело и что теперь погоди а чё ты делаешь сейчас поплывет мы не так давно общаемся но за все это время ты ни разу не вызвался что-то сделать а кто-то должен прочистить отверстие ухты блин а мы это рассчитывали конечно уж постоять и посмотреть ну и таки сделаю ну ладно рассчитывали все на другое вообще-то блин обломщики кайфа да тут все загажено но я наверно смогу очистить ты сбегай вниз к турбине посмотри она хоть вибрирует и все еще еще и наружу не достают лучшие так что из движения до да 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 ускоряемся ты чуешь вибрации да но электричество все равно нет что ну вот а я хотела легко отделаться ладно проверим трансформаторы а твой отец и братья что с ними стало не знаю когда я ехала домой я много раз им набирала все время было занято когда я добралась до дома никого не было как и во всем квартале везде были листовки приказ об эвакуации я поехала в ближайший лагерь беженцев но его разгромили все погибли там повсюду были фрики реки я я сочувствую это было давно абсолютно все закрыто нашу кроме ну аптечки естественно это и во всем прямо таки разбираешься вот эти подают так на линии идущие на есть идеи в чем проблема без понятия вниз она спустится как что-то проткнуло пошли посмотрим посмотреть о том трубаки ходили а чем тебя допек шиза ты ему прям будто в глотку готова вцепиться мы тут как-то сэди застукали его за окном хижины когда мы мылись что он подглядывает сказала еще раз поймаю я ему докажу что у меня ствол больше знаешь раз там было иди он скорее всего пялился не на тебя еле удержала она хотела его кастрировать не зали женщину у которой всегда под рукой скальпель в прошлый раз закрыта была давай давай я открыла ворота пойдем считать должен быть здесь рядом новая вроде здесь перебил их все господи что это за гнезда фриков судя по запаху их тут много держись рядом на хрена мы туда ведем сколько у тебя молотовых достаточно так помнишь как делаем ты поджигаешь я их выношу давно это было но я помню вот она так куда ты идешь то блин ты готова вот так 20 процентов остался от силу господи подожди не спеши поставим паровоз у нас керосина на стучите колеса ногой вот они нормально их можно понять ну пусть привыкают сегодняшнего дня это собственность лагеря ласта власть народа проверим распределительные щиты и валим вот постал столько потом что закрыть все это дело все в крови измазанных теперь надо чем-то под передверь не очень-то мне хотелось бы таскаться сюда каждый месяц через месяц ты еще не свалишь что нет не знаю я просто прикалываясь почему ты спросил про моего отца и братьев не знаю ты просто никогда раньше о них не говорила и я так это мне надо если я тебе если ты не хотела затрагивать эту тему да ладно кстати знаешь я тоже хотела тебя спросить еще тогда водящий а реки 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 не сейчас спросишь потом да давай не будем время терять что ли у меня там что-то не все хватать всего ну ладно тогда когда идем закрывай ничего не закрыла тварь т.к. ты не спросил почему я свалил от вас бухарем что должен был я так и знал майк мозги запудрил что реки вот это надо делать сейчас мы держались вместе сколько пару месяцев ладно короче однажды ночью я хорошо это помню нашел снег и в общем ты думал что все спят и как всегда сидел снаружи в одиночестве и на что-то смотрел ты всю ночь не спал или покажи мне фотку жены а ты меня любишь и чтоб меня не любить ушла от нас тогда я поняла и что ты поняла что я не хочу вот так как многие из нас не хочу жить прошлом или бежать от него я лично я хочу смотреть вперед а не назад ни хрена ты не поняла ясно это точно они у него знак на спине мы из лагеря вас плейк у нас да сейчас это было гениально может повторить просто что-то вы далековато от дома забрались между кем вами то что вы забыли на севере вам же нельзя далеко отходить от вашего карлоса вот так вроде все вот так привет и нормально все в порядке с тобой а давайте мы пустим вам кровь и бросим подыхать то это все фрики обрадуются вы же этого хотите смотрите колодец вот есть да пусть пока дать ему свободу докатитесь вы всех черту на что покорились довольно кажется это последний они на меня не знаю я раньше видал торчков которые так себя вели по моему они были под фенциклидином или как там она еще называется точно соли перед эпидемией как раз пошла мода на эту хрена ту блин даже у вас такая же храном с нашими байками пулемет хорошо что ты не застрочил пулемет ты реально думаешь что эти ублюдки будут соблюдать договор я не слушай то после того что они сделали с бухарем и с лизой которая что один из них сжимал это в руке в чем дело вы что с ними как-то столкнулись вы с бухарем до того как ты украл антибиотики но я я не знаю но чем бы я не обидел карлоса если у меня теперь попадется я точно сделаю что-нибудь похуже ладно поехали поехали ладно показывай дорогу давай блин не шутен девчонку надо найти нахрен может не надо долго рассказывать я слушал в десятом горном полку в передовом соединении работали с северным альянсом я не знала что ты был в армии как тебя ты будешь слушать или нет извини ну короче мы наступали на мазари шариф нарвались на засаду нас встретили отряды талибана которые двигались другую сторону они были на грузовиках на которых стояли модифицированные зенитки за у-23 очень крупный наш джип взорвался упал с обрыва прямо в реку хари ты представляешь как трудно утонуть в афганистане очень трудно это считая одна сплошная пустыня меня выбросила из машины когда пришел в себя джип лежал на дне вверх колесами я поплыл к нему искать уцелевших вытащил на берег тело и и потом еще семь тел тому времени когда я вытащил тэнера моего сержанта меня уже накрыло и когда я вернулся домой не знаю купил байк провел пару лет в разъездах просто перебирался с места на место да да короче когда решил здесь осесть я устроился на работу в мастерскую который заправлял один старикан джек у него был свой мото клуб и в общем президент так мы его звали лично вручил мне нашивки случилась одна неприятная хрень и он взял вину на себя это долго едет вот здесь вот меня хотели тормознуть то давай-ка вернемся утром ты прихватишь с собой инструменты закончим с этим делом днем будет меньше фрик без горячего души ладно хочу тебе кое-что показать давай не сегодня я покажу тебе то чего ты не знаешь все равно мы уже сюда приехали ладно покажи где здесь топлива находится господи ну вот опять может не надо что продолжаем нет пара ребят с которыми я работала на заводе носили цвета по выходной я как-то спросила их об этом и они сказали что это типа как посыл нахер полиции правительству и вообще всем властям против чего мутаешь ты против того что осталось мы носим их просто потому что носим чего ты хочешь а я не пытаюсь никому ничего доказать просто цвета часть меня я много дурацких поступков совершил но мотоклуб скажем так это один из нем ох ты быстро доехали не успел речься довести что мы здесь делаем я видел поезда смерти мэрой орды тоже это другой они фото пожирают сюда несколько раз приходила днем они сидят в тех старых ангарах а ночью выползает вот так дружно как по звонку утром уходят назад и что засыпают и ты не заглянула проверить смешно как-то сунулась ближе чем стоило так за мной погнался целый десяток это же как осиное гнездо ладно пошли отсюда уже темнеет ладно короче на днях я кое-что видел и ты ни за что не поверишь так а ты откуда знаешь не дело нет ну так недалеко от лагеря то были они соберутся толпой да как нахреначат вас эй где тебя носила везде и тебе тоже привет шизо сказал что вы с диконом куда-то уехали я волновалась иди я устала ясно зашили слушай дик спасибо но когда соберешься чини трансформатор дай знать где ты находишься да и знать ну знаешь что на тебя нашли нет нет это на тебя что нашло да говорю же усталая и все ладно извини я весь день волновалась ты никогда не уезжаешь ничего не сказав ну да и это все она из этих да так по ходу дела дела обстоят я был в классе ты понимаешь работал в колледже чему то хорошо давай так посмотрим и вот целый день потерян вот досадочный клево то идти уже поздно какая жалость до шиза 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 к слугу ашиза а он то чем весь день занимался 4 мне куда мне сюда но есть еще удобно занятия где у меня карта так сюжет активно так прохождение на ход на хочу за находку полевые заметки вот тут указывается всякую хрень можно так запись передвижного медпункта здесь у персонажа это призы скрытые приз потерянными отправиться на юг с бухарем охотник на мародеров а чё за приздают так активно защита слабых вернуться в лагерь hot springs охотники ну давай на мародеров вернуться в лагерь железного майка ну и вроде как здесь ну помогаем конечно я помню моменты просветления навещать еще увидимся ну-ка 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 еще раз где он прохождение так растерзанный задача упокоить или надо выяснить подробности культип так попозит встреча с мера мой брат ну почти готово я помню так вами пара погоня залива вот их безопасности а лиза напоминает мне младшую сестру сары не допущу чтобы с ней что-то случилось где она ладно поехали осталось немножко да мы перезакончим попал в запись все эти передвижения тоже сомневаюсь что вам очень интересно как это слева направо да справа налево реки слышишь я тут отскочу ненадолго надо чтобы ты меня отмазала туши за начнет волноваться чего это я не дежурю по болоту ну слышу а что такое да бухарь тут не знаю депра у него прям реальная уэйди спросил а я вроде придумал чем его порадовать а что придумал то наверное сгоняю к нашей берлоге на гору олире пригоню и мог его байк а пешком недалековато будет я что-нибудь придумаю ты меня отмажешь спасибо конец связи пешком вышел часто мы другим занятия где вертолет он рассвет то ли дождик то ли снег снег зажженную убрали я у одного из маяков о кам крик тут ничего нет знаю постараться чтобы меня не подстрелили пока это для тебя шпионю конец связи что там стряслось то у тебя в тот раз был такой голос будто ты сейчас обоссышься ничего я тебе сказал есть люди повыше меня которые хотят скрыть от нас что происходит я чуть не спалился знаешь что да мне плевать мне тебе нужно только одно узнать где сарой я поручил это одному человеку но нужно время тебе придется набраться терпения да как будто у меня есть выбор конец связи поставить на вертолет маячок я догадался а еще пошпионит за чуваком скафандре больше ничего не надо называй как хочешь это я здесь рискую своей школы все тихо в порядке вот они половинные солдаты на марше можете начать зрелище молодцы и идите занимайтесь своими делами блин надо как-то вас да что вообще мы тут делаем камни что не хочет что чуть не попал ну чё у меня камни-то это что есть по-другому поделом и топлива на обратной пути что-то нас сегодня далековато завесло топлива у нас мало я поверял жрать уже ход это она точно Там какой-то шум. Обогрев включен. Сколько времени это займет? Заметка номер 2, 06, 8. Еще одна особь, чья морфология соответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столько актививные, как будто их обгрызли. На особе есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно послушал. А, у нас биолог с автоматом. Да, типа того. Значит, на нем украшения. А почему это важно? Эти существа пробовали здесь два года, царапая и калечая нас и друг друга. И... Так, успокойся. Отпусти его на волю и посмотри, что будет через два года. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда? Значит... Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, ну... Полоумные? Ну, да. Но, как у некоторых пациентов, запущенным маразмом бывают моменты просветления, как и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Серьезно? Серьезно. Посмотри на его одежду. Ага. Так, что-то провалил, да? Задание, что ли? Так, успокойся, я тебе сказал. Вы это слышали? Там какой-то шум. Заметка номер 2068. Еще одна особь, чем орфология, соответствует второй стадии. Сухожилия в руках и пальцах не так стянуты, ногти не столько активидные, как будто их обрызли. Ты что, прибежал сюда? Есть ювелирные украшения и одежда, которые не так сильно изношены, как... Извините, я нечаянно подслушал. А, наш биолог с автоматом. Да, типа того. Значит, на нем украшение. А почему это важно? Эти существа пробовали здесь два года, царапая и калечая нас за друг друга. И? На цепи золотые часы на бабуина, отлично, либо на волю, и посмотри, что будет через два года. Ладно, ладно, я вас понял. Часы на вид новые. Правда, значит? Значит, либо эта особь хорошо о них заботилась, либо только недавно... Недавно их надела. Охренеть. Я думал, они все, ну... Пала умные? Ну, да. Но, как у некоторых пациентов с запущенным маразмом бывают моменты просветления, так и жертвы второй стадии вируса сохраняют какую-то остаточную память. Серьезно? Серьезно. Посмотри на его одежду. Она... Почти чистая, верно? Ну, не чистая, но обычно фрики, измазанные в дерьме и моче. Я... Да, отвратительно. Там какой-то шум. Ну, опять же, надень штаны на бабуина и подожди два года. Господи. Ты не задумывался, почему фрика больше в тех местах, где живете? Я об этом не тут могу. Ну, да, действительно. Да, мы считаем, что делать, чтобы не ехать во мировых чаюков сохранило что-то, чтобы они в кем они были. Господи, вы думаете, они осознают? Нет. 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 Это означает, что некоторые фрики просыпаются поутру, принимают душ, одеваются, цепляют на руку любимые часы, целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожрать. Гадя под себя. Так, теперь надо как-то свалить отсюда. Наверное, они вообще тратят на это время. Надеюсь, он все получил. Так, а теперь надо быстрее сваливать. О, Брайан, ты на связи? О, Брайан! Подожди. Да, я здесь. Я поставил маятёк и скачал данные. Специалист был мужчина или женщина. Чё? Какая разница? Мужчина или женщина? А, женщина, извини, имени я не узнал. Ладно. И еще поговорим. Конец связи. Давай, 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 бери, бери, бери. Надо будет посмотреть на тот труп, который лежал. И не надо было, пока они там ходили, смотреть на него. Ну-ка, давайте-ка проверим. Привет, Риги. И кого-нибудь за ним послала. Он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками. И предложили, расскажи, где зерно или оставайся тут. Да уж, странно. Вау! На! Не гомонись! Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гнить там. Но сам знаешь, что Железный Майк сказал бы. Да-да-да, знаю. Пока, Рики. Вы хотели, чтобы я еще сюда. Дик, говорят, ты выследил Эрика Линча. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство. У него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Кэмпбелла и Рида такого шанса не будет. Ничего там будет, кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через пять минут получите признание. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Ну я вроде бы так нормально все подошел. Бухарь, слышишь меня? Вот он тело. Как дела, брат? Как всегда. Ты все коняешься за вертолетами? Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все как убрать. Интересная штука, чем они там занимаются-то? Да. Ну пойдем все равно по туда проходить будем. Нера проводит полевые исследования, изучает Фрихов. Зачем не знаю. Черт, мне надо идти. Заходил Шиза, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьмо поест. Да, я ему передам. Бывай. Накат, накатом, 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 накатом едем. Топли вообще не тратим пока. Как на лесопеде. Вау. Стой. Да твою мать, ни хрена ты. Ув... 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 давай вот так вот тебе и охота отличиться там усилия смогу сейчас делаю карта проходит вот напрямки то сейчас по деревянному мосту сначала по тихо там на здоровье но сначала мотоцикл ты выглядишь клуба вас как дела так давай ремонт не заправка ну давай заправка мне теперь еще надо здесь доступна работенка дик приехали какие-то люди обстреляли ворота мы их не пустили они уехали какую сторону они поехали на запад но не очень далеко устроили лагерь к северу от эденхилл и я думаю что они еще вернутся прошу тебя разберись разберусь ладно я займусь спасибо теряется пока недалеко вода недалеко потом потуда он так туда заедем ладно пока мне сначала надо еще медикаменты взять я ждал медикаменты берем дик давно не виделись ребраса отлично выглядишь нет места нет места пожалуйста хорошо все да все ясно иди ко мне сначала вот сюда раз требуется моя помощь как мы хотели вообще недалеко буквально оттуда откуда я и прибыл до немножко проехать знать бы так сразу куда заехал бы ты перебил бы все а а одожди запчасти и целых три штуки ничего нету что это странный автомобиль или я с тебя забрал зачетом вот так Блин Чё? Ну давай Рики, я Уидон Хилл. Да, наши намады ещё здесь. Ты справишься? Конечно. Ну, скоро мы это узнаем. Конец связи. Ну, наконец-то. И это всё, что вы можете? Ну, что, поехали? Вот так. Что? Она, она мёртвая. Так, и ты тоже будешь мёртвы. Так, господа, думали, можно просто прийти пострелять? Да, пора боже и на выход. Да ладно, вы можете лучше. Это даже и не заметил, да? Скоро там ещё. Опа, ещё один где-то. Это всё? Нет, не совсем. Нет. А чё ты паникуешь-то? Есть другая идея. Нормально. Вот где только он. Блин. Вон он. Кажется, это всё. Всё. Пойдём. Кубай, что-то ещё завязывал-привязывал. Так, надо связаться с реки. Рассказать. Да, я твою мать. Нормально. Больше они никого не пристрелят. Ух, слава богу. Я сообщу железному майку. Слушай, продолжай в том же духе. И скоро вы с ним будете лучшими друзьями. Пока. Пока. А я пока сохранюсь. Что ж, на это всё. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ставьте комментарии. И ты выследил этих ребят, которые встали в рот, а уехали. Привет, Майк. Да, я их нашёл. Ага. Пошёл, они больше не вернутся. Что-то всё... Так, мне как-то вот так проехать. Надо, чтобы поближе к миссии-то потом. то. О knock. Оazo. Оazo.